Всем привет! Вы на канале MarsLife. На календаре уже 1 сентября, а это значит, что начало учебного года для детей. А я сегодня поделюсь с вами последними новостями и изменениями, которые происходят сейчас в Чехии. Со вторника, 1 сентября, на всей территории Чехии вновь начнет действовать так называемый масочный режим. Да, ребят, не очень хорошая новость, если честно. Пару месяцев ходили без масок, все было круто, классно. Но опять же, Прага сейчас в оранжевой зоне, распространяется эпидемия, поэтому решили ввести масочный режим с 1 сентября, до которого времени это все продлится. Никто не дает вообще никаких информаций. Пишут, что продлится до выхода специального распоряжения об отмене, вероятнее всего это будет весной. Так что придется ходить в этих масочках. Сейчас расскажу жителям и гостям Чехии, где будут обязаны носить маски. То есть пока это будет во всех видах общественного транспорта, в том числе в такси, международных автобусах, поездах, крытых помещениях вокзалов и аэропортов и метро. Это обязан. Дальше, во всех государственных ведомствах, на урядах пра, ци, оампы, магистраты, цитинарской полиции и так дальше, везде это будут эти маски. Следующий пункт, это на всех массовых мероприятиях во внутренних помещениях, где присутствует более 100 человек. То есть свадьбы, литургии, кинотеатры, театры и так дальше. В аптеках, больницах и всех других медицинских учреждениях. Ну и еще добавился такой пункт, как на избирательных участках. Будут в Чехии выборы, поэтому всех, кто будет участвовать в выборах, тоже нужны будут маски. То есть это одна из первых новостей, которые хотел с вами поделиться. Вторая новость будет более приятнее. Я надеюсь, она коснется и всех иностранцев, которые работают здесь, в Чехии. Потому что касается она, это новость денежного вопроса, то есть зарплат в Чехии. И вот я, честно, за этим вопросом слежу уже более двух месяцев и смотрел, как же будет все это происходить. Так вот, ребят, такая новость. Зарплаты в Чехии ощутимо вырастут, несмотря на эпидемии, на коронавирусы и так дальше. Правящая коалиция в лице Андрея Бабиша и Яна Хамачика. Кто не знает, тут такие Андрей Бабиш, это премьер-министр Чехии. Ян Хамачик, это председатель кризисного штаба. Был по COVID-19 такой вот дядька. Так вот, они решили, что подоходный налог для трудоустроенных жителей Чехии, получающих меньше 140 тысяч крон в месяц, это в грубой зарплате, естественно, с января 2021 года будет снижен с 23% до 15%. Это реально крутая тема, крутая штука. Сейчас попытаюсь вам объяснить более подробно. Вместе с тем, для высокоплачиваемых работников с грубой зарплатой более 140 тысяч в месяц, получает больше 140 тысяч грубой в месяц, есть и такие, подоходный налог останется прежним, 23%. Что говорит Бабиш? Я сейчас процитирую. Мы убеждены, что дать людям в этот непростой период ясный сигнал, что позаботимся о них и снизим налог до 15%, как это несколько лет назад обещала партия ОДС, но не выполнила обещания и подвела граждан. Снижать налоги во время рецессии – это правильный и общественный шаг. Так, заметьте, наше государство за труд сильнее всего карает именно трудоустроенных работников, поэтому абсолютно логично, что сейчас хочет облегчить жизнь именно им. Объявленное предложение за год принесет каждому работнику в среднем дополнительно по 21 тысячи крон, то есть за один год. В общем, если посчитать, такая приличная 13-я зарплата, можно сказать, или 14-я, вроде не знаю. Эта существенная сумма, она обязательно приведет к росту трат и оживлению экономики, заявил ранее экономист компании Роклин Доминик Строук. Чтобы инициатива вступила в силу, ее еще должно одобрить правительство и обе палаты парламента. Ну, то есть такая вот информация, будем дальше следить. Я надеюсь, что это все будет одобрено и 1-го уже января 2021 года мы будем получать новую зарплату с хорошим приличным бонусом. Какой будет бонус, я сейчас вам покажу наглядно на картинке. Для этого я зашел на сайт калькулятор заработной платы, расчет чистой заработной платы 2020, как вы видите сейчас на экране. И мы сейчас введем данные и покажу примерно, что есть сейчас и покажу, что будет потом. Значит, примерно берем ваша брутая зарплата. То есть это грубая зарплата, которую вы получаете сейчас, работая на прямого работодателя. Может кто-то работать тоже на агентуру. Вот мы работаем на агентуру и тоже получаем именно грубую зарплату, где идет высчитал налогов. То есть такого плана. Примерно берем там грубая зарплата будет составлять 25 тысяч крон. Пускай это 20 тысяч ставка, 5 тысяч премии. Я не пишу сюда ни детей, ни там никаких инвалидностей, ни ученики, ничего. То есть просто берем грубую 25 тысяч, нажимаем рассчитать. И нам покажет в реальности нашу зарплату чистую. То есть 19,295 мы должны получить, если у нас грубая зарплата 25 тысяч. Это чистыми. Смотрите, получается, переводим на русский. Общее налогообложение заработной платы вместе с супергрубой зарплатой 42,29%. То есть это общее с супергрубой мездой. То есть получается вот такой идет процент. Если брать с грубой зарплаты, просто посчитать. То сейчас берем калькулятор, я вам покажу. 25 тысяч минус 23 процента. 5,750 нас забирает налога. Получается 19,250. Ну чуть-чуть там какая-то погрешность есть. Вот. То есть это то, что есть на данный момент на сейчас. Как будет в дальнейшем? То есть если введут вот эти законы с 1 января для всех. Ну пока написано, конечно, чешских работников. Но я думаю, это все будет касаться вообще полностью закона, кто работает в Чехии и официально оплачивает налоги. Берем те же 25 тысяч. И отнимаем 15%. Это получается, уже видите, там было 5,750. Тут 3,750. Вот. И 21,250. То есть разница составляет 2000 кром в месяц, ребят. То есть это реально... Ну пускай это может быть будет там 1800, там в зависимости, может там какие-то сотые, будут десятые, не знаю. Но в реальности 2000 на один месяц. Тут реально не нужно быть каким-то там супер-мега-математиком. 2000 просто умножим на 12 месяцев. Получаем 24 тысячи кром. 24 тысячи кром на текущий момент, если поделить на курс, допустим, 22,5 там, это доллар. Это получается 1066 долларов просто на ровном месте вы получаете бонусом. То есть я считаю, это очень крутая тема, крутая фишка, которая просто, я не знаю, как новогодний подарок, можно так сказать. Главное, чтобы это все, ребят, приняли. И главное, чтобы это все заработало. То есть насколько Чехия сейчас все раскручивает и делает для народа. Помимо этого еще с 1 сентября, так скажу вкратце, приняли единогласно, что все пенсионеры от 65 лет получат еще бонус до 5000 крон. То есть единоразово выплатят. Если у нас сравнить с Украиной, сколько там выплачивали? Около 1000 гривен. И то это период коронавируса, когда здесь по умолчанию все тоже еще бонусы получали в районе 2-3 тысяч крон. Тут еще бонусы заплачивают. Ну и еще решили позаботиться о работниках, о своих трудоустроенных жителях. Я надеюсь, это коснется всех иностранцев, которые будут работать здесь официально на прямого работодателя. Потому что мы, по сути, ничем не отличаемся от чехов. Данным снижением налога для большинства сотрудников обойдется государственному бюджету на секундочку в 74 миллиарда крон. Представьте, это такие бешеные деньги, на которые государство идет на жертву, способствуя тем, что помогает своим жителям, своим работникам, которые нуждаются в этих реальных выплатах. Потому что зарплата с каждым годом и так в Чехии потихоньку растет, и минимальная тоже. Но и они стараются это как-то бонусировать. Вот такая информация, которую я с вами хотел поделиться. Я надеюсь, что эта информация заслуживает такой жирнейший лайк, который реально нужно поставить под этим видео. Обязательно поделитесь информацией данной с вашими друзьями, кто работает в Чехии. Может кто-то не знает, чтобы знали хотя бы, что будет с 1 января происходить. Это реально важная информация. Поделитесь мнением своим по поводу этого. Коснется это нас, не коснется. Может кто-то что-то знает, какие-то моменты, нюансы напишите, пожалуйста, в комментариях все это делитесь. Ну а с вами был канал Maros Life и увидимся уже в следующих выпусках. Всем удачи, всем пока!